В этом видео вы увидите секретные технологии каскадных двигателей Тесла. Два электромотора на 300 ватт работают от питания 10 ватт. Всем привет, друзья! С вами канал Rafael Unreal, и вы находитесь на канале Запрещенной Науки. Друзья, сегодня будет достаточно интересное видео. Мы сегодня проведем эксперимент с двигателями каскадного типа по принципу Тесла. Так что ставьте лайки, ребята, и распространяйте это видео. Если знаете подобные интересные эксперименты, обязательно скидывайте мне ссылочки в комментарии. Ну что ж, поехали! В общем, друзья, что у нас сегодня интересного? Увидел у Sirius то, что было в видео достаточно давно, двигатель, подключенный каскадным типом. Подключаем полтора ватт в батарейку, и все они у нас работают. При таком вот сопротивлении, естественно, следовало бы, ну, по идее, ток должен хавать хорошо, да? А он не хавает ток. Вот в этом-то весь и прикол. Берете вот один такой двигатель, цепляете к полутора вольтовой батарейке, и он у вас будет работать пять суток при нормально заряженной батарейке. То есть включили, и смотрите, он у вас будет кое-как в конце, но все равно будет крутиться, потому что он крутится даже от 0,6 тока вольта. Ой, я говорю, тока. От 0,6 вольта. Вот что интересно. То есть это вот такая система. Там говорилось следующее, что, смотрите, например, вот представим себе, у меня 10 таких двигателей, да, например. Что значит говорится, когда подразумевается каскадный тип, да? То, что, смотрите, один двигатель, грубо говоря, потребляет, например, 10 ватт. То есть если подключаем два двигателя, то мощность делится напополам. То есть в обычном типе. И получается, моторы оба двигаются медленнее, например. Вот. В каскадном же типе что получается? Что моторы подсоединяются к каскадным типам и начинают вырабатывать электроэнергию. То есть самогенерирующие электромоторы получаются. В общем, проверил я эту теорию, ребята, и знаете, она дала очень весьма интересные результаты. Вот здесь находится у нас ваттметр. Сейчас поближе поставлю, покажу. То есть вот он у нас ваттметр. Сейчас показывает 0 ватт. Зарядка. Сейчас даже посмотрим вместе с вами. Зарядка 5 вольт 2 ампера. То есть 10 ватт. То есть либо 9 вольт 1 и 67 ампера. То есть больше вы с этой зарядки, например, выжать не сможете. Моторы, ребята, непростые. То есть они от 10 ватт не запускаются. То есть я включал один мотор вот такой вот. Он попросту не запускается. Не хватает его мощи. Он начинает вот так вот чуть-чуть дрыгаться. Типа дрыг, дрыг, дрыг и всё. Даже 150 ваттный мотор, ребята, от этой зарядки я запустить не смог. Друзья, вот, если не верите, покупал вот такой высокооборотистый мотор на 150 ватт. То есть вот этот на 150 ватт. Эти моторы примерно ватт на 300-350. Использовались они из компрессора автомобильного. То есть специально покупались для другого дела и долго лежали. До того момента, когда я занимался свободной энергией. Вот. Характеристики 12-13,5 вольт. Максимальная сила тока 23 ампера. От 10 ватт вы просто не запустите эти моторы. Так же, как и, собственно, вот этот. Сейчас вам покажу, что это действительно правда. И ничего вы запустить не сможете. То есть смотрите, вот что у нас происходит. Поскольку тут зарядка ещё тоже весьма специфическая. То есть она вот так вот по чуть-чуть продавливает, скажем так. Но этот мотор, вот максимум, что я могу добиться. Это 150 ватт. И крутиться он не будет ни при каких условиях. Но, если мы соблюдаем условия каскадного типа, смотрите, что получается. То есть смотрите, например, один провод идёт вот на красную клемму. С чёрного провода мы соединяем чёрный провод. И дальше запитываем вот так. Смотрите, что получается. Два, грубо говоря, 300 ваттных мотора. Смотрите, что получается, друзья. И факт в том, что я не мог запустить даже один двигатель. Но сейчас я не буду показывать, правда, что он действительно не запускается. Вам сейчас придётся поверить мне на слово. Если не хотите верить, то, пожалуйста, покупайте любые моторчики. Ставьте в каскадный тип. Я, кстати, вставлю видео Сириуса, Сотиса Техника. Как он подключал тоже достаточно много двигателей. И тут как раз таки всё это рассказывалось. То, что при каскадном типе, мало того, что они меньше потребляют. Но силу, с которой они крутятся, они даже делают больше. По сути, учитывая то, что они даже не запускались. Вы понимаете? То есть, вот в чём фишка-то какая получилась-то. И самое интересное, что, по сути, разница велика. Например, есть чем сравнивать. То есть, когда я подключаю, вот смотрите, да. Потребление у нас сейчас покажет. Так, потребление 9,1 ватт. Ну, максимум 10 ватт. Самое интересное, смотрите. Начинаю тормозить, он не останавливается. О, блин, палец прям прижёк. Так, давайте посмотрим потребление. Ну, максимум 14-15 ватт мне удалось затормозить этот движок. В общем, в чём суть, ребята. То, что представим себе, ребята, такую ситуацию. Почему эти двигатели... Советую задуматься вообще над этой ситуацией. Потому что от вас могут кое-что скрывать. Очень интересные, особенно физики. Один мотор, грубо говоря, потребляет... Ну, представим себе, что есть аккумулятор, да, обычный аккумулятор. Этот мотор, например, будет работать от него 12 часов. Один, да? Если ставим два мотора, просто по-обычному, не вот таким вот образом. Они будут работать, например, 6 часов. Потому что это всё логично, правильно? Мы ставим ещё точно такую же нагрузку, например. Ещё 300 ватт добавляем. Соответственно, батарейка садится ещё быстрее. Представим себе, что они 300 ватт, например, в холостую едят, да? То есть нагрузку тут не рассматриваем. Если мы ставим вот таким вот образом, каскадный тип, да? Соответственно, оно у нас потребляет 300 ватт. 300 ватт оба потребляет. Но крутиться они будут больше. То есть можно больше-больше поставить. Сириус этот эксперимент повторял. Короче, тут юмор вот в чём. Я с этими двигателями проводил кое-какой интересный эксперимент, скажем так. Интересный. Значит, смотрите. Здесь я в пару поставил 6 движков. Берём 1,5-вольтовую батарею. И, короче, у этих двигателей из-под приводов DVD-дисков есть чёрный-красный провод. Один двигатель соединяем с другим двигателем. По принципу чёрный провод одного двигателя связывается с красным проводом другого двигателя. И если вы соединяете 1,5-вольтовую батарейку на эти два контакта, то у вас эти двигатели будут работать синхронно. Значит, смотрите. Юмор в чём? На первый взгляд кажется, что здесь ничего нет в этой системе. Это обычный генераторный двигатель. У него магнитная полоса идёт вдоль корпуса внутри. И внутри ротор крутится. Значит, смотрите, что было дальше. Я просто вспомнил это видео. Смотрите, вот они. Видите, я их соединил, и они у меня крутились. Это я как бы вспоминаю видеоролик. Делал просто, я говорю. Вот он мне рассказывал. Правда, здесь смешно рассказывал. В тот раз я ещё только начинал всё это изучать. Поэтому особо не кидайте камнями, как говорится. Надо просто смысл понять самого физического процесса и что при этом происходило. Независимо от того, что я говорил. Значит, смотрите дальше. Интересно, что это видео набрало 97 просмотров с того самого января 2014 года. Ну, давайте посмотрим дальше, что ещё можно было делать. Я тут сделал видеоролик с несколькими видеороликами. Здесь у нас уже 8 двигателей стоит. Они спаренные, ну, запараллеленные, короче, друг к другу. Как уже потом пытались мне электронщики объяснять, что здесь в этой технологии нет никакого секрета. Как бы тут всё понятно. Вот это. Я объяснял, что здесь у нас есть 8 двигателей. Они все работают от 1,5-вольтовой батарейки. Значит, вы потом в дальнейшем поймёте, в чём юмор. Смотрите, здесь у меня стоит раз пара, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 пар – это 16 двигателей, спаренных в параллеле. Они тоже работают от 1,5-вольтовой батарейки. Видите, да, вот это вот у нас. Ладно, это всё понятно. Короче, в чём юмор? Вот эти двигатели, ребята, это называется самогенерирующий двигатель. То есть, когда я цеплял 1,5-вольтовую батарейку к одному двигателю вот этому, я на мультиметре снимал, сколько у нас показывает напряжение на втором двигателе, как на генераторе. Если здесь давалось 1,5, то на выходе был 1 вольт, около 1 вольта было напряжение. Токи я тогда не измерял, я просто проверял. Значит, смотрите, юмор в чём. Одна система у нас работает в одну сторону, и другая в другую сторону. Они самогенерирующиеся, получается. Ну, прикол-то не в этом, ребята. Вы на расколе скажете, ну, где тут SE? Поскольку я говорю, я только начинал изучать эту тему, то можно мне кое-что простить здесь, но смысл не в этом. Смысл в том, что если вы возьмёте один двигатель, ребята, я взял батарейку, измерил её напряжение, ну, её состояние, при каком напряжении, одну и ту же батарейку, не две разных, а одну и ту же. Брал одну батарейку, цеплял к одному двигателю, и она у меня работала где-то 12 часов. Одна вот эта вот, один вот этот двигатель с одной батарейкой работала 12 часов. А когда я брал два двигателя с параллельных друг с другом, чтобы они вращались в одну сторону, я заметил, что у меня этот двигатель мог работать от 0,6 напряжения, и при этом два двигателя могли работать у меня 5 суток. Ребята, слушайтесь, 5 суток работали. Напряжение нам показывает тот количество тока, которое мы примерно можем выпускать на работу двигателя. Понимаете, да? Смысл. Так вот, ребята, подумайте, где здесь СЕ? Когда вы берёте два двигателя, спариваете друг с другом, у вас есть все шансы получить бестопливный генератор. Но, опять же, давайте вспоминать. Я тогда не изучал эту тему, я просто её решил проверить. Работает ли эта система, и в чём её особенность. Я даже не там не заморачивался по поводу всяких каких-то там фейков и прочей херни. Я в то время и просто решил проверить, а что будет. Вы знаете, я даже когда ходил в магазин, где я вот эти покупал бэушные компьютерные приводы, я их разбирал, там ещё не один и остались от них, да? Они мне спрашивают, слушай, а нахрен тебе столько вот этих приводов, что ты будешь с ними делать? Я говорю, я вытаскиваю с них движки, подключаю их параллельно, могу хоть 100 штук пар параллельно подключить, и все они будут работать от 1,5-вольтовой батарейки. Они так говорят, да ладно, такого быть не может. Ну я говорю, ну ладно, посмотри вот видеоролик, и сделай выводы, может это или не может быть. Получается, что данная система работает как саморекуперирующий двигатель, то есть экономичный. А если в эту систему внести, угадайте что? Прерыватель. Я вам уже подсказываю. Прерывание. Эта система будет не только мало хавать, она будет сверх мало хавать. Понимаете? А что она может выдать, это уже как бы дополнительный нюанс. То есть вы должны понять, что вот эта вся хрень тоже работала. Я ссылочку под это видео оставлю. Я его не буду заливать в этом самом. Я не то чтобы там опозорился когда-то, еще тому подобное. Просто я не видел в ней потенциала, потому что я тогда не рассматривал технологии через формулу, и нет смысла пока. То есть если есть смысл этим заниматься, то только в рамках какого-то эксперимента, чтобы сделать вывод. То есть ребята, есть такие вещи, которые делают, что у них одна система является как двигателем, а две последующие намотки, вот как вот длинный двигатель такой делается, у них делают как генератор. И эта система получается сверх-мегаэкономичная. То есть этот двигатель будет работать точно так же, но сила, которая будет двигать этот ротор, или там что-то, да, они будут во много раз мощнее, и при этом еще и экономичнее. А с прерыванием это будет вообще сверх-мегаэкономично. То есть вот этот момент учтите. То есть как бы вам идея на то, как что можно сделать, если у вас вдруг какие-то есть двигателя. Но они должны быть, попробуйте, они должны быть с магнитами по форме генератора. То есть должна быть рекуперация. Здесь мало того, что здесь он является, как может быть, генератором, да, с магнитами, если он сделан, он также может быть, есть еще один эффект, называется синхронное вращение. Синхронное вращение может быть либо между двумя двигателями, тремя, четырьмя и тому подобное. Если вы не знаете, что это за эффект, изучите это очень интересно. Но я как-то только видел, что у Tesla так делал, и я не понимал, зачем он это делает, но я хотел по образу его примерно сделать, и понять, в чем юмор-то вообще, в чем фишка. И я понял, что мало того, что у нас идет здесь генерация, дополняется система энергии, собственной током, да, и плюс ко всему, у нас эти системы еще двигаются синхронно. То есть если вы подключаете два или три двигателя синхронно вращающихся, и запараллеливаете их, то они получаются экономичные. Плюс они еще и втройне мощные получаются. То есть вот это вот, заметьте сами для себя, сделайте для себя выводы. Очень интересная тема. На этом пока видеоролик заканчиваю. Все, ребята, давайте. Ну что, друзья, вот такой вот интересный экспериментик. На самом деле, если была бы у меня батарея, то можно было бы более наглядно его провести. Но, ребята, мы закажем маленькие моторчики, где-то 10-20 штучек, то есть самых дешевых маленьких, и попробуем провести эксперимент. Типа поставить от одной батарейки, и как говорил Sirius, по идее должно все правильно работать. То есть от одной батарейки, по идее, нельзя запустить 100 моторчиков, но в каскадном типе, хоть ты, я не знаю, хоть целую пачку поставь этих моторчиков. В общем, вот такой вот интересный парадокс. Ну что, друзья, на этом все. Ставим лайки, и подписываемся на канал. Все, пока-пока.